Приветствую вас! Поскольку у ребенка есть дедушка и бабушка, то они, дедушка и бабушка, в праве знать о том, что у них есть внук. И вы, я сейчас говорил, прошу меня правильно понять, я говорю сейчас о моральном праве, я не говорю сейчас о том, что вы действительно должны, вы никому ничего не должны, если руководствоваться данной позицией. Но моральное право требует от вас, во-первых, того, чтобы вы сказали обязательно дедушке и бабушке ребенка о том, что у них будет внук, я думаю, что они достойны этого знать, они достойны это слышат, они достойны того, чтобы у них был выбор. И вместе с ними вы решите для себя оставлять вам его или нет. То есть, вот это будет, на мой взгляд, как раз самым правильным и самым верным решением. Просто поговорить для начала с дедушкой и бабушкой, чтобы узнать, чего хотят они, чего нужно им, готовы ли они, например, вам помочь, что-то сделать для вас, готовы ли они, как-то оказывать вам поддержку, например, в том, что вы будете делать. И так далее. То есть, вот это очень важно. Это является ключевым. Ну а дальше, если вы почувствуете, что этой поддержки, которую предложит дедушка и бабушка, недостаточно, если вы почувствуете, что вам нужно, например, что-то большее или вы все равно будете неуверенны, то тогда, безусловно, ваше право уже делать то, что вы считаете нужным. Аборт не является убийством до определенного момента, и вы не совершаете преступление. Напротив, вы делаете хорошую вещь, вы делаете хорошее дело, если говорить о том, что вы не хотите, чтобы ребенок мучился, чтобы ребенку было тяжело и так далее. То есть, вот это вот нужно четко понимать. Понимать, что вы ничего плохого не делаете. Понимать, что вы, ну, никак не совершаете чего-то дурного, когда вот именно решаете сделать аборт. То есть, это вот нужно понимать. Далее, если вы решите его оставить, это, конечно, трудности, это, конечно, много трудностей, безусловно. Но что можно вам сказать по этому поводу, по поводу трудностей? По поводу трудностей можно сказать только то, что если вы своего ребенка любите, если вы любите своего малыша, если вы действительно будете относиться к нему позитивно, если вы будете относиться к нему как-то хорошо, если вы будете относиться к нему правильно, то я думаю, что никакие трудности не будут вам мешать, никакие трудности не будут вам не давать воспитывать ребенка, никакие трудности не мешают вам стать для него хорошей матерью. Вопрос, еще раз повторю, в том только, чего вы хотите для себя. То есть, вне зависимости от того, что вы решите, это ваш выбор, это ваше решение, и его никто не будет обсуждать. Но я думаю, брат, вам нужно подумать о других людях, которые не являются простыми наблюдателями в данном вопросе. И к этим людям необходимо отнестись с уважением. И вот тогда у вас появится наиболее полная картина выбора, который вам можно будет совершить. Но после того, как сделаете выбор, уже не жалейте ни о чем. Не жалейте, не думайте, не пытайтесь что-то проиграть. Сделали выбор, идите вперед уверенно и никогда не оглядывайтесь назад. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.